Привет! Сегодня я покажу самый простой, а главное универсальный способ удаления системных приложений на почти любом Android смартфоне. Для начала отвечу на возможный вопрос, а для чего вообще нужно удалять системные приложения? Видите ли, не все программы, идущие со смартфоном из коробки, одинаково полезны. Часто можно столкнуться с тем, что производитель устанавливает рекламное ПО для снижения себестоимости устройства. Это может быть антивирус, браузер или какой-нибудь сервис. А так как это системное приложение, удалить его обычным способом невозможно. И все бы ничего, да вот только некоторые встроенные программы могут занимать место на накопителе, присылать ненужные уведомления или работать в фоне, тем самым замедляя работу устройства и понижая автономность. К счастью, есть довольно простой способ удаления мусорного софта без root-прав. В этом нам поможет утилита Universal Android Debloater. Это полностью бесплатная open-source программа, которая позволяет удалять системные приложения на почти любых Android смартфонах. Для начала перейдем на официальный гитхаб проекта и скачаем все необходимое. Первым делом загружаем Android Platform Tools и распаковываем архив. Далее загружаем саму программу. Она доступна на Linux, macOS и, конечно же, Windows. Перемещаем программу в папку с Android Platform Tools и переходим к смартфону. Активируем режим разработчика и переходим в него. Включаем отладку по USB и подключаем смартфон к ПК. Запускаем Universal Android Debloater и в появившемся на смартфоне окне нажимаем ОК. Если все сделано правильно, в программе появится список установленных приложений. По умолчанию показываются приложения из категории «Рекомендованные». Это те программы, которые можно спокойно удалить без каких-либо негативных последствий. Также есть категория для продвинутых пользователей. Тут можно удалить некритичные для работы устройства системные приложения по типу галереи, клавиатуры, лаунчера и тому подобное. Еще есть категория для экспертов, в которой находятся важные для полноценной работы системы приложения. Их все равно можно удалить, но нет гарантий стабильной работы. А для экстремалов существует эта категория. Тут отображаются приложения, удаления которых связаны с большим риском. Их деинсталляция может нарушить целостность системы или привести к вечной перезагрузке. Вдобавок к категориям присутствует поиск, с помощью которого можно легко и быстро находить нужные программы по названию пакета приложения. Если с поиском нужной программы возникли трудности, воспользуйтесь этим бесплатным приложением. С его помощью можно узнать имя пакета любой программы. А дальше все просто. Выбираете ненужные приложения, в моем случае это безопасность, диктофон и FM-радио, и кликайте на Uninstall. После этого мусорные программы исчезнут. Если вы по ошибке удалили нужное приложение, его можно восстановить и в Universal Android Debloater. Также стоит упомянуть, что удаленные системные приложения восстанавливаются при сбросе до заводских настроек. И тут вы можете задать вопрос, а почему же они восстанавливаются, если уже были удалены? Все дело в том, что все системные приложения установлены на раздел System, но также используют пользовательский раздел Data, где хранятся установленные пользователем программы, данные и кэши. Раздел System доступен только для чтения, и поэтому внести какие-либо изменения в него невозможно. Когда вы делаете сброс до заводских настроек, раздел Data просто форматируется, а все данные из раздела System восстанавливаются. Несмотря на это, удаление системных приложений все равно имеет смысл, ведь удаленные программы не отображаются в системе, не работают в фоне и не занимают место на пользовательском разделе Data. Так как я использую кастомную прошивку, рекламного софта нет, а ненужных программ оказалось всего три. Тем не менее, удаление не было бесполезным. Плюс 50 мегабайт свободного пространства, это хоть и маленький, но приятный бонус. Делитесь своими результатами в комментариях, и до скорого.